Будучи мамой новорожденного ребенка, женщина должна тщательно следить не только за тем, что она употребляет в пищу, но и какие напитки входят в ее рацион. Алкоголь противопоказан даже в самых символических дозах. Хоть некоторые и говорят, что можно пригубить живого пива или вина, делать этого нельзя. Спиртные напитки проходят сквозь барьеры организма и попадают в молоко, а вместе с ним в организм ребенка, провоцируя патологии физического и психического развития. Употребление молочных продуктов также должно строго контролироваться. Вместо цельного молока необходимо отдать предпочтение кефиру. Кисломолочный продукт обогащен лактобактериями, формирующими благоприятную среду в кишечнике малыша и мамы. Количество суточного потребления молока не должно быть больше 150 граммов. При большем количестве, жирный продукт может вызвать у ребенка колики. Белковый состав грудного молока практически не зависит от питания мамы. Это природный механизм защиты потомства. Однако некачественное питание может отразиться на состоянии малыша. Общий состав грудного молока ухудшают напитки слегка усвояемыми углеводами и жирами. Сахар в больших количествах, сладкая газировка, от этого придется отказаться. Также нельзя пить то, что может содержать облигатные аллергены, например соки цитрусовых, натуральный кофе, какао, горячий шоколад, крепкие бульоны, клубничные и малиновые морсы, чтобы не вызвать у младенца аллергической реакции. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!